Так, всем приветики! Сегодня у нас будут слепые затесты. Спонсор видео Алина. В общем-то, я забыла взять аромат. Сейчас я принесу аромат. Так, значит, как обстояло дело. Я увидела ссылку на телеграм-канал, где продавался вот этот прекрасный аромат, который, кстати, я давненько хотела. У меня где-то есть их пробничек. И я давно хотела вот этот свежачок от Евроше. И, в общем-то, я перешла по ссылочке и написала «хочу-хочу-хочу купить». Это телеграм-канал, который ведёт Алина. Там на продаже есть разные вообще ароматы и дешёвые, супердорогие, и снятости, и всё по очень классным вкусным ценам. Вот этот аромат стоил 600 рублей, 30 миллилитров. И я, конечно же, быстрее давай писать, что хочу купить. И классно. Я вам его, кстати, не показывала, да? И мы договорились с Алиной, что она мне вышлет ещё отливантики, и мы сделаем такую игру «Слепые затесты». Так вот. Наконец-то. Ну, то есть, как бы посылка-то у меня уже прям давненько, но руки мои только дошли. Очень извиняюсь перед Алиной, что вот так вот. И я думала, здесь будет два слепых затеста, но получилось три. Три слепых будут у нас затеста. Это номер один. В общем, серия слепых затестов. Я, кстати, ссылочку вам оставлю на Телеграм-канал, где вы можете посмотреть какую-то классную парфюмерию. В общем, внизу в описании под видео. Проходите, смотрите. А мы с вами приступаем. Сейчас вечер. Я не знаю даже, сколько времени. Где-то у меня здесь часы есть. Девять. Ну, почти 15 минут десятого. Так вот. Собралась я с силами. Кстати, на мне сейчас был аромат. В конце видео покажу его. У меня в зале лежит. И он довольно сильно пах. Я вроде бы его смыла, но он все равно на мне. Думаю, зачем ты нанесла аромат, если ты собираешься слепые затесты проводить. Так, я чуть-чуть подкрасилась, ну, на сделанный макияж. Просто немножечко обновила и что-то как-то... Ладно. Так, значит, достаю. Вот это у нас пять ароматов. Здесь их описание. Номер один. Такой розовенький, как видите. Все здесь, чтобы не пролилось, я так понимаю. К моим желтым ногтям прилипает. Так. Я здесь нарезала бумажечек себе. Номер один. Я... Ого! Ого! Это что-то, знаете, из такого... Как мне кажется, классика-классика какая-то. Какой-то прям люкс-люксович. Роза. Вы знаете, на что похоже? Это в духе... Я заказывала от Уса. Уса... Ну, вот этот люксовый. А, что, Брюль? И я его продала. Нет, это не оно. Ну, в общем, почульки... Это что-то вот такое, знаете, женственное, элегантное. Вот в девяностые, в двухтысячные уносит нас. Какая-то такая вот прям парфюмерная классика, да? А, Брюля, за дверью мявкает, просится. А я тебя предлагала, ты не зашёл. Так, девчонки, ну, знаете, что-то типа дубовый мох, розы однозначно, возможно, почули, что-то такое. Ну, если можно, да, отнести это к свежему. Ну, как к свежему? Знаете, в духе... Какой же у меня сейчас аромат есть от Левант, который вот мне Елена прислала. Я сказала, что мне он не понравился. Ну, вот, то есть, какая-то... Ну, это не моё. Сейчас, мне кажется, он уже не очень популярен и современен, и актуален. Ну, роза явно... Что-то такое свежающее, древесное. Что ж за аромат-то, а? Ну, просто с первых нот мне вот куда-то в двухтысячные унесло. Ну, это люкс, однозначно, мне кажется, что это однозначный люкс. Цветочный, фужерный, вот как-то так. Знаете, то есть, вот такая вот есть свежесть, но это свежесть про фужер всё же. Но он раскрывается всё фужернее и фужернее, всё свежее и свежее. Но это не унисекс, это именно прям женский аромат. То есть, здесь какие-то есть женственные цветы. Ну, роза пусть даже будет пион, да, скажем так. Но это вообще просто не в моём духе ароматы. Вот я вам что скажу. Розовенький. Знаете, типа там Miss Dior какой-нибудь. Вот что-то туда. Какой же аромат я продала? Ну, тот был именно прям почульный, чуть более сладкий, но тоже не моё. Ну, вот туда. Ну, женственная классика двухтысячных. Фужерчик, древесные ноты. Почули нет, нету всё же. Сначала я подумала, что будут раскрываться именно так. Нет, я не слышу здесь почульных. Ну, явно, по крайней мере, да, почульных. Но здесь может быть кедр, здесь может быть какие-то цитрусы. Но не в плане цитруса, а что-то такое. Вот бергамот может быть. Вот такое. Ну, честно говоря, не мой аромат. Я не взяла с собой это самое. Ничего. Так, ну что там из двухтысячных? В туалетной воде? Родригес? Да ну. Нет, ну у Родригесов надо. И знаете, сразу. А я же вообще Родригесов люблю, да? Хотя, кстати, кстати, знаете, как было дело? Первый раз, значит, такой у меня слепой затест с рассказиками. Первый раз, значит, как-то помню. У нас же нет Литуаль, мы же в маленьком городе живем. А как-то мы с мужем поехали рядом в город. Шахты называются. Ну, там хотя бы Литуаль, слушайте, есть. Маленький, но все же. И я, признаться вам, еще года два с половиной назад я не тестировала нифига из Родригесов. Я, значит, хожу, тестирую розовый флакон. Ну, розовый их, вот прямоугольный розовый такой, да? И он был такой душный, такой, ну, просто жесть. На блотере, на блотере. Я такая думаю, не слышала про мускус. Я вообще не подумала, что это мускус. Представляете? Причем есть два Родригеса, и я не поняла про родригесовский мускус. Но он здесь другой, это вот свежий аромат. Так, его нужно просто на себе, видимо, выгулять. А я прям глаз клала. То есть, в общем, да, рассказываю. Я, значит, набшикала на вот эти вот блотеры, сожжусь в машину, даю супругу протестировать. Но этот розовый был очень плотный. То есть, этот можно отнести более к свежим ароматам. И я причем слышала, что он не очень раскрывается, родригесовский мускус, на горячей коже. А для холодной кожи это самое то. Поэтому я подошла, нанесла на блотер. Думаю, ну, у меня же холодная кожа, мне он подойдет. Но я не наносила его тогда на кожу. Я просто вдохнула. И вот какой-то плотный, резкий, такой душный, ужасный вообще аромат. И все как бы. Но я смотрела, естественно, блогеров. И была версия флораль. Вот этот розовый флакон, да? Ну, такой прямоугольный, длинный, скажем. И я думаю, возьму. И я его заказала вслепую до 100 миллилитров. Как я его люблю. То есть, все-таки с ними нужно прожить. И вот эти вот ароматы я к тому, что, да? Ну, такое, да. Надо на кожу, девчонки, наносить, конечно же. Нужно обязательно. Я, ну, посмотрю, какой в конце я нанесу на кожу. Возможно, вот этот аромат. И, в общем, я так полюбила родригесы. Ну, как бы с первого. Ну, как у меня вообще обычно так. Если какой-то аромат мне нравится, то, значит, в принципе, это моя фирма. Мой бренд. И потом я вот этот вот Нарцисса Родригеса Нуар заказала, да? Со сливой, с розой. Какой он женственный. С замшей или с кожей. Я не помню, с чем. Причем я не любитель замшей кожи. Но там потрясающей красоты вечерний. Вкусная, сладковатая слива. Такой прекрасный аромат. Но эти все флаконы, два эти все, я покупала вслепую. И разнашивала на коже. Ну, то есть, вот как бы с блотера родригесы не тестируем. Классический аромат двухтысячных. Фужер. Ну, то есть, он какой-то, да, такой свежак. Такой зеленоватый, как будто бы, да? Ну, роза наверняка она есть. Мне кажется, вообще во всех родригесах есть роза. Во многих, по крайней мере, роза и пион, скорее всего. Но этот, я бы вообще, ну, я бы не догадалась, что это он. И я его, кстати, не тестировала никогда. Вот тебе, пожалуйста, как раз таки я протестирую, поношу на себе. И я буду точно знать, надо мне оно или не надо. Так, второй аромат. Подождите. Я все перепутала. Дубина. Дубина стейросовая. Тест номер один. Девять вечера. Начало десятого. Я вижу однерку и думаю, что это один. Я перепутала. Короче, сорвала за тест. Посмотрим, что... Я вообще все перепутала, девочки. Я вообще все перепутала. Короче, это четвертый номер. Я хамуха. Все, я все перепутала. Ладно, короче говоря, вечером не снимаю. Икснеила. Свитморфин. 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 Это розовый. Я его тестировала. Мне показался он раньше, что он сладенький даже. Короче, сорванный этот самый. Свитморфин. Девочки. Сирене-бергамот. Значит, ну, в общем, да, говорю вам, что он свежак такой вот. Свеженький. Тест четыре номер четыре. Господи, все поперепутала. Ну, как можно быть такой? Это еще хорошо, да, не восьмое чувство от рандеву. Где как бы вырезать нельзя, склеивать нельзя. И вот это вот уже бы все. Ну, он прям, ну, такой рисковатый. Древесно вот зеленый, рисковатый. Да, вот такой вот он. Короче, все, всю фигню вообще. Не то повскрывала, не то рассказала. Гелиотроп. Корень ириса. Витивер. Почули, я, кстати, в этом аромате думала в старте, что раскроется. Но, видите, ждала-ждала, и вот он как-то не раскрылся. Хотя что-то такое похожее, я подумала, что будет. Светморфин. Ну, розовый же, да? Или там еще какой-то есть розовый, сладенький. Сирень, бергамот, абсолют мимозы, ирис, роза. Ну, розу, да? Короче, девочки, розу я угадала. Не мой аромат, реально. Ну, по ощущениям. Ну, в общем, да, если так подытожили, то я подумала, что это люкс. Люкс из двухтысячных. Начало двухтысячных. Какая-то женственная классика тех лет. В духе, в духе... Так. Я сейчас пойду возьму флакончик. Я вам скажу, в духе чего у меня лежит, который мне не понравился. Вот в духе чего. Что, Брюс, заходи. Заходи. Пойдешь, нет? Вот у меня есть флакончик. Ну, то есть, они как бы не похожи. Ну, вот здесь у меня есть сислий, суар. То есть, он тоже вот такой какой-то чуть ли не шипровый. Какой-то вот такой вот он. Вроде как и свежий. Вроде как и зелень какая-то есть. И цветы какие-то есть. Ну, вот он вот из тех времен как будто. Ну, вот что-то такое подобное. Женственное. Какая-то классика такая, да? Многие женщины такое любят. Но я люблю больше такое сладенькое, фруктовенькое. Ну, в общем, нет. В общем, мы разобрались. Вот это был номер 4. Как я так взяла? С какого пакета ты берешь? Что у тебя в голове? Ладно, девочки. В общем, это свитморфин. Ладно. Теперь я знаю, что под пятым номером просто будет... Как я могла так все? Неаккуратно. Ладно. Что будет у нас дальше? Нордригес. Номер 2. Нет, номер 1. Да, мы же начали. Начали давайте с первого номера. Номер 1. Все? Увидела? Все нормально? Господи боже мой. Я же говорю, вот это вот какая-то болезнь. Вот это вот мы переболели. И, причем, мы вчера отключали отопление, открывали окно наверху. И муж говорит, я проснулся где-то в 4-5 утра, ты раскрыта и горячая. Он говорит, у тебя что, температура была? Я говорю, я не знаю. Ну, то есть, вот такое какое-то состояние. Что мы хватанули, я не поняла. Ну, видимо, какая-то вот такая зараза. Номер 1. Поэтому я не могу сосредоточиться. Я сплю вечно по полдня. Я не хочу вообще ничего делать. Я купила сухой корм собакам. Я не хочу готовить. Ну, в общем, такое, вы знаете. Номер 1. Все? 1, 1. Затест 1. Номер 1. Концентрация моя на нуле, как видите. Свитморфин. Ну, мне кажется, я его прям тестировала. Я помню. Я просто армабокс снила, отослала родной сестре мужа. Так. Вот этот вкусненький. Ой, какой классненький. Мне кажется, я его где-то слышала. Это стопроцентная ниша. Это... Это что-то... Вот он должен быть розового цвета, как предыдущий. Вот так он у меня воспринимается розового цвета. Это какие-то фруктики. Не супер сладкие, но фруктики. Это зелень. Это цитрусы. Там и зелень, и, знаете, вот как будто бы и лимоны. То есть это не апельсин, да. Это что-то больше такой лимончик, но и зелень. И вообще в старте, когда сразу я распылила, было ощущение даже какой-то зеленой терпковатой мяты. Вот что-то такое. И кедр однозначно здесь будет в базе. И вот какие-то такие классные фрукты. Вот это аромат нового поколения. Это, мне кажется, ниша. Это очень такое тонкое, красивое, дорогое звучание. Это современный аромат. Это молодежный аромат. Это модный парфюм, модный. Классный. Вот его бы я хотела. Летний, весенний. Он даже такой прям прохладный, я бы сказала. Прям хорошенький. Вот этот аромат в моем духе. Я бы его с удовольствием прям даже купила. Но мне кажется, это дорого. Вот мне кажется, он по ценнику, вот как Экс Нила. Вот что-то такое. Он, кстати, в этом духе, как бы, по звучанию, ну, можно отнести даже к бренду Экс Нила. То есть, вот, вот это похож. Вот номер один, или какой я там тестировала? Четыре. Он вообще не похож на этот бренд, если честно. Классный, классный. Вот прям цитрусы, зелень, какие-то фрукты. То есть, база такая прохладная, древесная, чистая, кристальная. То есть, там никаких нет ни сладостей, ни, знаете, там какой-то такой тяжести в этом аромате, нет грузности. Вот прям прекрасный аромат. И для молодых, и не для очень молодых, потрясающий. Что это за красивый аромат, который я бы с удовольствием приобрела. Так, за тест один, аромат один, девочки. Как я так накосячила? Ну, ладно. Все равно это игра, да, вроде как. Arman Basin Red. У меня же был такой аромат когда-то давным-давно. Да ну. Серьезно? Это он, имбирь. Это же имбирь. Ну, теперь-то я знаю, что здесь имбирь. Зеленушка. Говорю, это не апельсин, ну и не мандарин, я так тоже подумала. Это лимон, видите? Наверное, потому что имбирь с цитрусами, это как будто бы лимон. Такой свежий, холодный такой. Красивый аромат. Серьезно? Так, это в чем, Андрей? Туалетная вода. Девочки, если вы давно им уже не пользовались, покупаем. Звучит как ниша. Ой, классно. Ой, спасибо. Спасибо большое. Я теперь знаю, что можно купить на лето. Старое, но забытое. Супер современно звучащее. И не очень дорого стоящее. А в нынешнее время это очень актуально, потому что ценники вообще просто. Представляете? Туалетная вода, это белая, да, версия. Это не красный флакон. Это вот с красной полоской светлый флакон. Я в шоке. Ну да, он все больше и больше древесно, древесно, древесно так раскрывается. Фруктики какие-то, которые я слышала, чуть сладковатые даже где-то в старте. Они уже, конечно же, уходят. Розовый перец, имбирь. Слушайте, какой вообще действительно лист фиалки, лилия. Представляете? Черная смородина. Ну, я бы так особо не слышу. Ну, сейчас-то понятно, все слышно. Прикрыла. Мускус, палисандр, амбра, ваниль, пралиней. Ну, нет, не ванильность, не пралиней. Ну, вы знаете, мы все знаем этот аромат. Ну, видите, когда это слепой затест, это в духе Икснеила. Это свежо, классно, динамично, прохладно. Круто, круто. Берем. Все. Фу. Ну, я вообще... Кстати, какой-то аромат тоже мне как-то понравился. Бюджетнейший. Керлин Кляйн Тру. Я себе потом взяла тридцатку с рук благодаря зрительнице. Она мне много помогала, в общем-то, в свое время, да, как бы вот по поводу парфюмерии. Вот этот аромат 100%. Я видела, многие его начали вновь покупать. Но я как-то думаю, он такой старый парфюм. Нет, 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 девочки. На лето все берем, все. Номер два. А я, кстати, как-то давно еще, кто смотрел, кто мне давно смотрит, на квартире еще. Мы жили на квартире, так говорю, как будто снимали квартиру. И, в общем-то, я снимала слепые затесты своими же парфюмами. Я приглашала, не помню, то ли соседку, то ли родственницу очень дальнюю. И, значит, она мне показывала свои ароматы. И я свои ароматы... Когда ты... Понимаете, когда ты смотришь на флакон, ты видишь его цвет. И уже как бы, да, ну, предполагаешь, как он может пахнуть. А когда с закрытыми глазами, я помню, было откровение, как я восприняла аромат один, свой же. И я его мало того, что не угадала, но я его вообще по-другому восприняла, вообще по-другому. Номер два, девочки. Что же такое? Номер два, номер два. Что тут нам интересное? Еле распшикался. Ну, как я так... Фу. 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 Ёпти. Номер два. Душно, 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 душно. Я теперь как смотрю за тест один, номер два. Номер два, номер два. Знаете, восемь раз всё перепроверяю. Подтупливаю я. Ой, фу. Что это? Фу. Короче, это воняет. Это вроде как свежо. Это... Уже скрывается, чуть теплеет. База такая там, знаете, ну, не свежак. Это не свежак. Хотя очень много вот таких вот нот, которые вот как в четвёртом номере были. Какие-то такие, знаете, травные, вот такие вот свеже-травно-пряные нотки, которые, ну, что-то такое прям неприятное. Ой, слушайте, он прям как-то всё плотнее и плотнее. Знаете, краски сгущаются. Он плотнее и плотнее становится. Его прям даже сложно вдохнуть. Ой. Ну, цветочная композиция такая плотная, серьёзная, да. Ой, что же там такое, господи, боже мой. Оно ещё, знаете, когда тебе аромат, ну, не очень приятен, да. Какой-то он пыльный. Фух, какая-то пылюка прям. Такая зелень, опять же, может быть, даже ветивер, палки, ёлки, пылюка. И где-то внутри цветы. И цветы, знаете, возможно, даже роза. Роза бывает такая вот, какая-то такая конфетная, сладостная роза. Вот что-то вроде бы где-то и есть, да. Но это прям, ну, фу-фу-фу. Это точно ниша. Я не знаю. Это может быть амброва. Нет, это даже не амброва. Нет. Непонятно. База непонятна. А что может пыль давать? Пыль. Фух, ах, прям. Ой, я не знаю. Это номер два был, да? Ну, в любом случае, да, как бы глупо было бы. Ну, цветочная композиция в любой пирамиде есть. У меня голова, голова, голова закружилась аж. Я прям так сильно-сильно вдыхала его. Ну, он прям редко... Ну, не редкостная вонючка. Бывает просто вообще прям, ну, непереносимо. А это вот что-то такое фужерно-старческое, цветочное, пыльное такое. Вот, ну, прям для меня очень неприятное. Правильно я вскрываю? Номер два. History's the Parfums. Ну, да. Матахари. Аромат. Естественно, ниша. А это одна из любимых роз у Алины. Альтернативное прочтение сочетания роза лич. Личи. Много сухих трав, да. Вот травность, гвоздика, всё. Я гвоздику саму не почувствовала. Очень много и вот этих трав. Вот эта зелень вонючая, пыльная. Пыльная. Это потому, что, наверное, сухие травы, да, вот прям аж высушены. Фу. Может быть, он очень классно раскрывается на коже. Дерево, ваниль, мускус, сандал. Ну, вот, видите, сандал. Это всё-таки пыль даёт, может быть, сандал, да. Гвояк. Вот это дерево. Фу. Вот оно. Вот это дерево неприятное. То есть, это не удовое дерево, да. Но вот это, наверное, гвояк. Так ужасно. Ужасно звучит. Вот апельсин, бергамот. Ну, я вообще даже, честно говоря, и личи-то не слышала. Насколько личи я не всегда люблю, не всегда переношу. Личи для меня в сочетании как раз-таки с розой этот компонент личи меня может просто задушить. Это какое-то плотное, чересчур плотное звучание для меня. И вот тмин, гвоздика, корица, гвояк. Это всего так много. Ну, как много? Допустим, пряности-то я и не почувствовала. Очень неприятная база. Такая вот прям пыльная, неприятная. Видите? А здесь вот любимая роза. Ну, возможно. Опять же. Так как это ниша, нужно тестировать всё-таки на кожу. Да, у меня прям аж голова, девочки, закружилась. Возможно, я всё ещё болею. Я сама не понимаю. Так, третий номер у нас. Мы так уже долго болтаем. Ну, потому что нечего о своей истории рассказывать из жизни. Надо было что-то взять попить. Ну, как бы пять ароматов. Я думаю, хох, что там? Что там? Номер пять. Три номер пять. Я сегодня не в духе. А вот это вот что-то очень приятное, вкусное. Знаете, когда вот так вот я делала что-то такое свежецветочно-фруктовое с отголосками жевательной резинки, как будто бы. Вот это приятненько. Ощущение, что здесь цветок есть такой, знаете, чуть припылённый. Даже как будто бы фиалочка какая-то, как будто жасмин и фиалочка вместе. И что-то такое нежное, чуть-чуть пудровое. Ну, вот если... Ну, это не про пудровый прям, да, такой классический аромат. Ну, он такой вот мягенький, нежненький, вкусненький. Вот этот пока что самый приятный аромат. Номер три. Я очень надеюсь, что он недорогой. То ли у меня предыдущий аромат, знаете, так прям... Фух, прям у меня реально же голова девчонки кушается. У меня такого не было. И ощущение, что он не очень громкий как будто. Он очень свежий. Цветы, вот я же говорю, это, возможно, даже фиалочка, возможно, там есть. Ну, почему-то мне так показалось. Возможно, какие-то фрукты. Либо это же с ним. Какой-нибудь самбак, который даёт как раз такие, ну, такие вот вкусные, сладостные нотки. Но, с другой стороны, можно исключить вообще, в принципе, здесь белоцветочность, потому что аромат не плотный, не яркий, вообще не громкий. Это такой девочковый-девочковый аромат. И, честно говоря, я его уже вот практически и не слышу с блотера. Вот в чём дело. Такой вот свежачок цветочный. Вообще прям практически, да, не слышу его. И почему-то он мне выдал, как будто жевательную резинку, вот именно, с шлейфа. Очень-очень тонкий шлейф. Я не думаю, что это ниша. Ну, разве ниша может так? Ну, может. Вот опять. Какая вкуснятина. Вот он в старте великолепнейший. Ну, очень тонкое, нежное звучание. Здесь я бы подумала, приобретать, как бы, да, к приобретению аромат или нет, потому что ты платишь деньги, а он врух, и его нет просто. Но он очень приятненький, нежнятинка. Опять же, что-то свежее есть. Откровенных цитрусов я не слышу, но вот допускаю, что это может быть даже не сам цитрус, а вот бергамот, вот что-то такое, да. Вот не сам прям апельсин, лимон, а что-то из травной зелени, да, такое вот уходящее в цитрусовость. Классный аромат. Деревяшки, возможно, даже мускус здесь есть в базе, но очень тонкий, очень тонюсенький, такой прям по звучанию, тонюсенький, притонюсенький, нежнейший аромат. Не знаю, стала бы я его покупать. Давайте посмотрим, что это. Ну, очень, мне кажется, он быстро выветривается. Ну, приятный. Люкс этой или ниша. Вообще, какой-то бюджет, возможно. Хотя чистая, вот композиция очень красиво чисто собрана, но отсутствие... Ну, либо у меня вот выбил предыдущий аромат, но второй, да, но либо вот я его не слушаю, либо он вообще нестойкий. Сальвадора Феррагамма, да. Ама Феррагамма. Перлей. Груша-малина. Да, что-то же есть такое, да, сладенькое, потому что я вот взмахиваю что-то такое. Отголосочек. Отголосочек идет как будто даже легкая жевательная резинка. Но это какой-то, понимаете, вот холодный аромат. Османтус это, да. Магнолия Османтус. Магнолию, да, я свою и не признала. Кедр, сандал, мускус. Ну, кедр, мускус, да. Люкс. Но это прям такой бюджетный-бюджетный люкс. Хотя сейчас ценники, я вам скажу, вот такие вот, да. Груша-малина в старте. Сальвадора Феррагама. Его нужно выгулять на себе и вообще как бы понять стойкость, есть или нет. Либо он, ну, предыдущий аромат просто выбил меня, да, как бы из калии до головокружения просто. Потому что вообще к покупке красивый аромат, но если, если стойкости нет, то, ну, нет смысла. Тогда, если выбирать, я бы взяла Арман Баси. Здесь вот эта малинка все-таки придает вот эту вот вкусняшность, да. Но она еле уловимая. Тогда более яркие взять Арман Баси. Ценники плюс-минус одинаковые. Возможно, даже Арман Баси подешевле. Ну, там прям такой озорной аромат, который вообще я бы отнесла к ниши, да, и к экс-ниила. Так, ну и пятый аромат. К сожалению, я знаю, какой он, но хотя бы я с ним познакомлюсь, потому что я на него глаз ложила, как я сказала, вообще на Родригесов. Сначала на блотер, хотя я же говорю, его тестировать с блотера. Ну, на палец все равно чуть-чуть попало. О! Ну, я уже просто знаю, что это Родригес. А я бы вот... Опять же, на руке я слышу Родригесовский мускус. А с блотера я не слышу. А с блотера это что-то... Это что-то... Засвербило в носу. На с блотера это что-то резкое. Резкая зелень. Деревяшки. А, нет, он раскрывается, он смягчается. Все-таки вот это вот смягчение происходит в раскрытии, но не сильно. Второй номер меня убил, в общем-то. Да, вот он. Вот он пошел, Родригесовский мускус. Запах чистоты. Ой, но... Там перец, что ли, есть? Подождите. Что мне в нос так бьет? Африканский апельсиновый цвет. Османтус-бергамот. Ну, зеленушка есть какой вкусный-вкусный. Аромат номер пять. Послушайте, ну, мускус. Зелень-ветивер, да, возможно, мускус. Здесь я слышу мускус и никаких фруктов. Здесь есть какие-то зеленые нотки, которые, ну, вроде как про свежесть, делают аромат немножечко про свежесть. Ну, если сравнивать, да, вот с моими двумя, розовый флораль и нуар, да, вот этот Родригес, то это про свежесть, про зелень, про свежесть, но это про мускус. Зелень-свежесть здесь не в понимании. Зелень как такая вот прям сочная, конкретная зелень, да. Такая вот, как я люблю, вкусная. Как ревень, например, да. А здесь вот такая вот чуть-чуть, ну, вот. Все, зелень уходит, открывается мускус этот, приятнейший мускус. Нет, все-таки это мой бренд. Мой бренд и этот черный аромат в туалетной воде нужно брать однозначно, да. Классный. Прям класснючий. Ну и что я вам скажу? Арман Баси к покупке. Вообще, серьезно вам говорю, к покупке аромат. Нарцисса Родригес к покупке. Сальвадора Феррагамма я бы протестировала на коже чисто для того, чтобы узнать, как он носится. Остальные два я уже даже не помню, что это было. Ну вот, Хистери Де Парфюмс вообще убил меня, на оповал сразил. И вот этот аромат Экс Нила вообще нет. Вообще нет. А вообще, в принципе, как бы мне многое, что нравится из этого бренда. И обычно, я же говорю, значит, ну, все плюс-минус мое. Ну, как-то прям нет. Арман Баси мое, да. Вроде в коллекции, да, ты у меня его не видела. Он у меня давным-давно был. Знаете, когда еще? В лет 19-20 был. Думаю, что должен понравиться, потому что и цитрусовый, и цветочный, и свежий есть розовый перец. Я люблю, да, имбирь с розовым перцем. Слушайте, такой замес вообще потрясающий. Значит, про Родригес, что нам пишет. Если понравился нарциссам узкнуар, то может стоить дать шансы классики. Да, я вообще все бы Родригесы, знаете, бы собрала. Очень цветочный, мускусный, яркий и шлейфовый. Любит холодную кожу. Да, да, да. Я же говорю, что вообще Родригесы любят холодную кожу. Насчет цветочный, вот я как-то не очень, да. Я слышу какую-то такую зеленушку. Опять же, знаете, вот такую, которую я обычно не люблю, да. То есть это что-то такое колкое, травное. Вот такая зелень, да. Где-то даже, ну, не мышистая, но вот что-то чуть-чуть туда уходящее. Я вообще эту зелень не люблю. Но в этом варианте мускус так красиво, так мягко открывается. И получается вот этот баланс, когда я считываю, как свеже, интересно свеже, да, так необычно свежий мускусный аромат. Вот так я считываю этот аромат. Классный. Так, значит, Сальвадора Феррагамма женская, женственная магнолия. Думаю, что должен понравиться. А я вот что-то вкусненькое услышала, жевательное такое, да, но это просвежак-просвежак. Почему я еще подумала, что с какого-то перепуга там может быть фиалка? Потому что как будто бы голубого цвета аромат мне представился. То есть он холодным мне представился. Даже несмотря на то, что я взымахи вот эти делала, да, как бы и как бы вроде бы что-то чуть-чуть от жевательной резинки. Но все равно он как будто бы такой холодный показался мне, поэтому я придумала, что это, возможно, цветок. Но именно тот, который может дать нам прохладу, это фиалка. Ну вот я так просто, знаете, методом исключений решила работать. Вот. Хочу вам показать, какой аромат меня удивил на моих слепых затестах с моей парфюмерией. Ну вот если мы уже снимаем почти часовой. Потому что слишком высоко мне нужно залезть. Слушайте, голова у меня до сих пор кружится. Вот это ароматище. Либо просто я себе не очень хорошо что-то решила под вечер почувствовать. Итак, девочки, аромат снятый уже. Алюминиссенс от Арифлейм. Я его сама лично тестировала с закрытыми глазами. Свой аромат. Я, ну как, ну вы видите цвет, да? Ну то есть это чёмный цвет. Я его носила, причём я его носила достаточно летом в жару. Я помню просто по воспоминаниям. Он как-то выдохся, давно не пользовался, ничем не пахнет. Я помню, что по воспоминаниям он мне пах. Я не помню, древесный или как там в базе. Но что меня цепляло, как будто бы, знаете, это огромное количество ягод, тёмных, таких вот бордовых, ну типа малины красных, да? Но при этом не сладких. То есть это был очень ягодный аромат, просто корзина из, не знаю, там лесные ягоды, да? Но вообще не сладкий аромат. То есть он был ягодным. Вдыхаю я его, значит, слепым затестом, свой же аромат. Думаю, боже, что за свежак. Какой красивый. Думаю, что у меня там такое может быть? Потому что это люкс, не иначе. Какой же он восхитительный, именно прям свежий. То есть я его воспринимала чем-то светлым, может быть, даже каким-то прозрачным. То есть вот так наше восприятие, восприятие визуальное, так на нас тоже на самом деле влияет. Когда я вижу, о, тёмный, тёмный флакон, значит, ягоды. Ой, как много ягод. Вообще я их не услышала. Я услышала просто какой-то свежак, свежакович. Но я уже не помню. Я помню, что просто кардинально разные вообще были ароматы по восприятию. И вот тебе, пожалуйста, девочки. Вот такие вот дела. Вот, чем же натушиться? Давайте феррагамма сейчас я всё же на себя нанесу. Потому что, значит, нарцисс Родрикис мне жалко. Я его уже 10 вечера почти, да? Сколько? Без 5-10, девочки. Я сейчас просто попью кофе, допью холодный кофе, который у меня остался в кружке. Похожу, поброжу. Проветрусь, приду в себя и, в общем-то, пойду душ принимать. Мне жалко наносить Родрикис. Я его нанесу завтра. И буду в нём щеголять. А сейчас троечку наносим на кожу, дабы просто посмотреть, как вообще он на мне держится. К покупке или не покупке. Вообще я вам рекомендую. Ой, какой вкусненький. Ну, кстати, с руки всё равно, да, он даже поярче звучит. База свежая, да, вот этот кедр и мускус. Сандал, я не слышу здесь сандал. Груша-малина. Груша-малина. Я не слышу. Вот прям малину как таковую, да? Это прям полупрозрачно, тонко. Это вообще свежак. Это прям свежак. Красивый причём свежак. Почему я его не отнесла ни к люксу, ни к ниши? Потому что вот он как-то раз и улетел. Он как-то прям совсем невнятно. Это, скорее всего, бывает в более бюджетных ароматах. Но в более бюджетных ароматах там такая более душная, некрасивая база обычно. А здесь он такой прям кристальный и, ну, классный. Вот в чём дело, понимаете? Ну, в общем, нужно посмотреть на стоимость. И как бы вот походить и подумать, надо, не надо. Ну, вообще прикольный аромат. Я люблю свеженькие, да? Иногда на меня накатывает что-то послаще. А иногда вполне я люблю такие вот свежаки. Огромные, девочки, видео получилось. Ну, вот почему-то так. Половина я запорола. Ну, как половину? Получается, я один вскрыла, да? Не тот нанесла, не тот вскрыла. В общем-то, пятый я знала, что будет Нарцисса Радыгис. Не знаю, угадала бы я его, кстати, или нет. Здесь я, ну, не даюсь сказать. Но когда ты уже знаешь, конечно, этот мускус. Да. Возможно, угадала бы, потому что он похож на вот эти мускусы. Ну, то есть он другой. Ну, сама-то композиция другая. Но вот эта вот, понимаете, мягкость, вот эта вот плотность такая. Ух, какой красивенный аромат. Все. В общем, я в Сальвадора Феррагамма. Но если вот прям выбирать Арман Баси или Сальвадора Феррагамма, даже просто по затесту, я бы выбрала Арман Баси. Да? Вот такие вот дела. Все. Огромное, девочки, вам спасибо за просмотр этого видео. Очень надеюсь на ваши комментарии, на ваши лайки, на ваши подписки. И огромное спасибо Алине за возможность протестировать ароматы, с которыми я была не знакома. С которыми я была знакома, но я на них взглянула по-новому. Это тоже крайне важно, потому что... Да не купила бы я в себе Арман Баси. Ну, как-то уж прям совсем скучно. Но столько красоты новой, да, столько парфюмерия. Этот Арман Баси избитый. А видите как? И сто процентов, если девушка бы прошла в этом аромате, я бы унюхала этот шлейф. Я бы подумала, боже мой, что это за красота-то такая? Я бы даже не подумала, что это забытый всеми старичок Арман Баси. Вот такие дела. Все, мои дорогие. До новых встреч. И я пойду проветрюсь. У меня действительно прям закружилась голова, представляете? Ну, номер два я вам скажу такое. Такое. Ох, ну такой плотный. Да-да-да-да-да-да-да. У меня от него прям кружится голова. Мне кажется, на физическом уровне... Обычно на физическом уровне меня подташнивает. А здесь у меня прям в дурман меня уносит этот парфюм. Все, в общем, всем спасибо. Всем пока-пока.